Образовательный форум в Республике проходит ежегодно. Даже накануне своего праздника, Дня Учителя, педагоги собираются, чтобы серьезно потрудиться над решением главной задачи, как сделать образование качественным. Вот и тема форума этого года вроде и звучит строго. А вот послушайте, взаимодействие семьи и образовательной организации – основа развития и безопасности ребенка. А суть-то та же. Семья и школа ради детей. Сегодня форум начал работу и в его кулуарах общалась с участниками моя коллега Виктория Палкина. Свою работу образовательный форум символично начинает с площадки, где собрались молодые педагоги. Те, кто работают в школе меньше пяти лет. Для них свои мастер-классы проводят педагоги-наставники. Олег Дуркин только перешел границу от молодого специалиста к опытному. Отмечает, главное, что приобрел уверенность в своих силах. Первое время было тяжело. Каждый урок был как новое испытание. Со страхом заходил, руки тряслись. А сейчас уже не чувствую себя молодым специалистом. Могу даже сдать советы более младшим коллегам. Что посоветовать тем, кто в помощи нуждается? Тема еще одной конференции в рамках форума. В центре внимания школы с низкими результатами обучения. Там, где показатели итоговой аттестации всероссийских проверочных работ оставляют желать лучшего. До сих пор есть нестыковки между внутренней оценкой знаний и внешним контролем. Не нужно бояться всероссийских проверочных работ. Они очень приравнены к годовым контрольным работам. Мы видим объективную оценку, как детки освоили образовательные программы на уровне начальной школы. В девятых классах, в одиннадцатых классах. Все российские проверочные работы постепенно будут вводиться по окончанию каждого года обучения. Это нормально. И это должны родители воспринимать нормально. Потому что они будут объективно видеть, насколько их ребенок освоил образовательную программу. Как раз ту самую заинтересованность родителей в качественном образовании обсуждали в кулуарах форума. Учителя городских школ говорили о безучастности мам и пап. Коллеги из сельской местности жаловались на плохой интернет. Нет доступа к электронному журналу, а значит и полной картины. По успеваемости своего чада они получить тоже не могут. Родители, конечно, сложные сейчас. Те, которые хотят, чтобы дети у них успешно обучались, они, конечно, иногда нам высказывают какие-то претензии. Поскольку не всегда у нас еще в сельской местности классы оборудованы достаточно большим количеством техники. Впереди еще два дня работы форума. Десятки дискуссионных площадок, мастер-классы и презентации инновационных образовательных проектов. Форум открыт для тех, кому не безразлично качество образования. В нашей студии мы продолжим разговор о проблематике форума. Гость нашей студии, заместитель председателя правительства республики, министра образования, науки и молодежной политики нашей республики Наталья Михальченкова. Здравствуйте, Наталья Алексеевна. Добрый вечер. Наталья Алексеевна, я предлагаю считать наш эфир еще одной площадкой форума. У вас их там много? Вот вы не против еще одной? Поддерживаю. Отлично. Тогда вот наш телефон, уважаемые друзья, 469060, звоните, спрашивайте, предлагайте. Форум – это десятки тем для дискуссий. Он у вас проходит четыре дня, громадный, там огромное количество вопросов. Мы, понятно, что вот в наш короткий достаточный эфир не вместим всю информацию, но мы выбрали для обсуждения в студии несколько. Вот первая из них, которую мы предлагаем обсудить. Сегодня в рамках форума состоялась всероссийская конференция, посвященная поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Вот давайте об этом поговорим. То есть есть некий список, есть группа школ, которые признаны, что у них достаточно низкие результаты обучения. Как такие школы были выявлены? В нашей республике под контролем и главы региона, и всей командой министерства был проведен глубокий аудит. Аудит работы каждой образовательной организации, и выявлены успешные, неуспешные педагогические практики и результаты. Поэтому на сегодня из 341 школы есть достоверное понимание негодовых тенденций в предметной подготовке и в успешности учеников. Скажите, правда, Наталья Алексеевна, когда вы увидели этот список, вам не приходило в голову, что это может быть не субъективная, не объективная информация? Ну, какая-то школа вошла, а все говорят, да ну что вы, у нас же все здорово. Или этой информации можно доверять полностью? Ну, национальная система оценки качества России, она выстроена на том, что есть достоверные результаты и государственная итоговая тестация ОГИГ 9-11, и всероссийские проверочные работы, мы 100% участвуем во всех, для того, чтобы выявлять не с целью наказания, а с целью принятия за цель поддержку и устранение, где есть профессиональных дефицитов учителей, таковые на сегодня имеются, и когда мы смотрим в длинную тенденции, за три, за пять лет результаты одной и той же школы, одного и того же предмета, мы видим... Сомнению подвергать уже не можем. И, конечно, это результаты не только нашего аудита. Я понимаю. Это все, что сегодня проходит и показывает наш регион на большой линейке России. Давайте посмотрим цифры, сами несколько цифр. Я попрошу показать слайд нашего режиссера Кирилла Кочеткова. Вот посмотрите, пожалуйста, уважаемые друзья, проект называется «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения». Вот приняли участие 338 общеобразовательных организаций Республики Коми. 14 школ выявлено, что они являются участниками проекта, а 5 школ – лидеров. То есть, правильно я понимаю, Наталья Алексеевна, что на сегодняшний день 14 школ как раз вот в том самом списке школ с низкими результатами обучения? Да, это те школы, педагогические коллективы которых стабильно не демонстрируют рост. Я понимаю. А стабильно демонстрируют результаты ниже среднего. Вы знаете, когда я узнал об этой информации, сначала она меня, конечно, огорчила, а потом я подумал, ну, наконец-то государство не прячет голову в песок. Вот сегодня прошла такая информация на вашем форуме о том, что 28 школ Республики предоставили недостоверную информацию, чтобы получить хороший отчет, чтобы цифры сошлись, чтобы не ругали, не вызывали к вам на ковер. А вот лучше, может быть, честно сказать правду для того, чтобы помочь. Вот вы согласны со мной с такой постановкой вопроса? Мы как раз и говорим о том, чтобы правильно лечить, надо верно поставить диагноз. В системе образования сегодня именно тот этап, когда мы, откровенно проведя аудит с каждым муниципальным районом и городским округом, провели разбор текущей ситуации, выявили тенденции положительные, а их достаточно много. У нас система развивается, и есть лидеры, и победы в Олимпиадах на федеральном уровне, и дети, и, конечно, есть и отрицательные результаты, которые надо признать для того, чтобы работать над устранением проблем. Мы видим болезнь, да, врачебным языком выражаясь болезнь. У вас есть рецепты и быстродействующие лекарства для излечения. То есть конкретно, да, вот там в школе не очень хорошие результаты, надо сделать это, 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 результаты будут хорошими. То есть дети нормально закончат школу. Наш регион был поддержан федеральным министерством в рамках федеральной программы развития образования мероприятия 2.2. Как раз получение средств и проведение необходимых мероприятий по поддержке школ с низкими результатами. Это разные практики. Это, во-первых, наставничество школ лидеров и педагогов лидеров по отношению к тем, кому сегодня требуется поддержка. Это первое. Это второе. Подключение к единому образовательному контенту, когда урочная деятельность начинает вестись, исходя из лучших отработанных федеральных практик. Это и единая цифровая школа, и цифровые образовательные ресурсы, и очень важно методическая поддержка. Понятно. Третье. Это анализ образовательной среды. Тогда, когда школа, имея инфраструктуру, не демонстрирует развитие и высокие результаты обучения, мы этот вопрос неоднократно уже поднимали. И Сергей Анатольевич в рамках визита в районы первым делом рассматривает, какова успешность работы педагогических команд. Мы ставим вопрос об успешности педагогической деятельности. И, конечно, позиция одна и общая. Не нужно перекладывать результаты обучения на родителей и на какие-то другие обстоятельства. Сегодня только профессионализм и ответственная работа педагогических коллективов приводят к высоким результатам обучения. Я позволю себе процитировать, Наталья Синна, вас же. Сегодня ваша фраза. Вскрываются определенные факты, и когда возникают вопросы. Где профессионализм и ответственность педагогов? За желание переложить образование на репетитора и семью зарплату не повышают. Учителя должны нести персональную ответственность за успеваемость своих учеников. То есть вы говорите о том, что есть, грубо говоря, учителя, которые недостаточно профессиональные и в результате вот этой истории. Но как эти учителя и эти школы относятся к этому проекту? Нормально воспринимают? Нет такого, знаете, вот нас признали худшими, вот обида. Или нормально это воспринимается, и результаты поэтому есть. Вот наша задача, чтобы это воспринималось нормально. Потому что не нужно скрывать, а нужно наоборот выявлять и помогать решать вопросы в каждой школе и каждому педагогу. И сегодня формируемая национальная система учительского роста, новая модель аттестации, она как раз направлена на то, чтобы персонально каждому учителю, а мы в результате аудита сделали реестр учителей региона, мы понимаем... Не только школы, но и конкретно каждый учитель. Конкретно каждый учитель для того, чтобы он сегодня необходимую помощь получил. Надеюсь, найдете это понимание в этом вопросе, потому что он действительно очень важен. Но вот я впервые от вас услышал, что по каждому учителю есть такая информация. Кстати говоря, уважаемые друзья, в списке школ с низкими результатами 14 учреждений, как мы уже сказали, в Тривусь-Куломском районе. Но ситуация здесь уже выправляется. Если в 2013 без аттестата остались 38 человек, то в этом году испытаний не пришел всего один школьник. С нами на связи директор средней школы села Кирчомья Ирина Кузнецова. Ирина Андреевна, здравствуйте. Вы нас слышите? Да, слышу. Добрый вечер. Добрый вечер. Ирина Андреевна, вот ваша школа участник проекта по повышению качества образования. Что изменилось в школе за вот это время? Скажите, что еще предстоит сделать? Конечно же, в первую очередь был проделан большой анализ и выявлены проблемы. Действительно, надо признаться, что есть проблемы и работать над этим. И, конечно же, на основе этих анализов администрация школы разработала программу повышения качества образования, целью которой является повышение качества образовательных результатов. Эта программа уже в действии, правильно, Ирина Андреевна? Эта программа уже действует, она будет действовать в течение трех лет. И в рамках данной программы наша школа будет внедрять свои разработанные проекты по направлениям, как одаренный ребенок, школа родителей, успешный учитель, успешный ученик и другие. Понятно. Скажите, пожалуйста, Ирина Андреевна, как отнеслись учителя вашей школы и родители детей, которые обучаются в вашей школе, к этой программе с пониманием и помогают ли вам? Ну, прежде всего, конечно же, разные были. Кто-то воспринял, кто-то нет. Но в целом коллектив поддержал. И мы работаем над этой программой. И думаем, что мы уже достигли определенных результатов для нас. Вот этот 17-й год, который мы закончили, 16-17 учебный год, он очень хороший для нашей школы. Я надеюсь, что, естественно, и ваша школа недолго будет в этом списке. Тем не менее, надеюсь, поможет вам эта программа. И последний вопрос, Ирина Андреевна. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что нужно делать, чтобы школы-республики не попадали в этот список? Прежде всего, работать учителю конкретно с каждым учеником. У нас в сельских школах не так уже много детей в классах. Действительно, на достижение конкретных результатов. Если есть пробелы, работать своевременно над этими проблемами. Ну, вот вас поддерживает и вас министр. Ирина Андреевна, спасибо. Ваш министр поддерживает тоже вас. Мы надеемся, что эта работа будет успешной. И, судя по вашему настрою, ваших коллег, она даст определенный результат. Главное – качество обучения ваших детей. Спасибо за участие в нашей программе. Тойсина, а вот как вы будете проводить потом срез? Ну, вот, предположим, данная школа Керченская. Там такая ситуация. Вы как-то будете регулярно проводить срез для того, чтобы понимать, программа-то работает или это... Ну, чтобы не получилось, извините уже за выражение, галочку поставили, там отчитались. Ну, результаты ЕГЭ, ГИА, ВПР и, как мы говорим, российские проверочные, они были всегда. Может быть, мы сейчас посмотрели в длинную, оценили тенденции, какие имеет каждая школа в предметной линейке, для того, чтобы увидеть положительное и отрицательное, для того, чтобы приступить к такому проекту, который получил поддержку на федеральном уровне и сегодня как раз на нашем регионе. отрабатывается региональная модель работы со школами, демонстрирующей низкие результаты. То есть это некий пилот российский, я правильно понимаю? Это то, на что, да, сегодня мы получили поддержку в рамках федеральной программы и то, что мы будем потом предъявлять в России как практику управления в регионе данными школами. То есть это итоги года, правильно понимаете, Алексей? Программа рассчитана на три года. Да. Но и по каждому году мы будем демонстрировать. У школы большие молодцы. Мы сегодня хвалили их на коллегии министерства, где был вот такой откровенный разговор, вы цитировали его тезисы. Поэтому, именно потому что они правильно поставили диагноз. Они молодцы, они сегодня по каждой школе, по каждому педагогу и по каждому ребенку могут сказать, что они делают для того, чтобы было... Ну, Татья, дайте о чем подумал. А главная задача этого проекта прекратить его. Я правильно понимаю? Да, конечно. У нас не должно таких школ остаться. То есть в итоге таких школ быть не должно. Но если они есть, надо об этом честно говорить и не прикрываться, заниматься реальным делом. Давайте двигаться далее. Немало времени форум уделит проблемам молодых педагогов. Это еще одна тема, которую я хотел бы сегодня обсудить. Молодые учителя будут показывать на форуме свои программы, проекты будут выслушать советы опытных. Вот давайте для начала разговора, Татьяна Алексеевна, еще несколько цифр. Давайте покажем еще один слайд. Итак, общая численность педработников в республике 9 419 человек. Это те люди, которые занимаются непосредственно в школах педагогической деятельностью. На селе работают из них 3 149. Так вот, численность педработников до 30 лет, условно назовем это, так скажем, молодежь, молодые педагоги, 1563 человек. Это примерно 15%. На селе 472 человека. Ну и так много, так скажем. И еще один слайд, давайте, вот еще одна информация. Давайте посмотрим. В этом году прибыло в школы 209 молодых специалистов. И вот посмотрите, синеньким цветом, где требуется и по каким предметам. Практически во всей республике, особенно в сельских школах, начальный класс, иностранный язык, математика, русский язык. Вот сейчас уже в начале нашей программы был звонок нам в студию. Женщина попросила сказать, что не устраивает все качества образования, в том числе и по тем предметам, где есть, например, вроде как преподаватель тоже качество не устраивает. 209 прибыло, это неплохо. Сколько нам всего нужно учителей? Ну, по состоянию на 20 августа было 320 открытых вакансий, которые потом замещаются либо совмещением, когда учителя внутри распределяют, либо притоком непосредственно молодых специалистов. 209 – это хорошо. Мы понимаем, что вопрос старения педагогических кадров, он характерен для нашей республики. Мы точно знаем, что Совет по кадровому обеспечению при правительстве региона сформирован не зря. Нами разработана дорожная карта развития кадрового обеспечения отрасли образования, начиная с реестра учителей, заканчивая открытыми вакансиями. На федеральном уровне в этой связи решаются большие новые государственные задачи, прежде всего, с единым образовательным пространством, потому что, когда единое содержание, единые стандарты и примерное, методическое сокращение линейки учебников и методическое и учебные педагогические практики, их можно тиражировать, ими можно пользоваться. Когда в каждой школе свой учебный план и своя свобода... Поэтому система одна, единое образовательное пространство и срез, конечно, качества. Откуда получаем учителей? Вот эти 209 человек, кто нам поставляет учителей? У нас большие молодцы перешли на подготовку кадров и по целевым договорам Сыктывкарский государственный университет Петерима Сорокина и пединститут в структуре университета, другие институты. Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова. И вы знаете, ездят в Россию по разным причинам. Где-то большие молодцы у нас муниципалитеты, Воркута, Ухта, они предлагают и программы содействия улучшения жилищным условиям. И мы участвуем в проекте партнерства со Сбербанком доплаты молодым специалистам в нашем регионе, они есть. И поэтому привлечение молодых специалистов в школы сегодня возможно. Наталья Алексеевна, если все учебные заведения республики, выпускающие учителей, выпустили учителей, и все выпускники, вернее, пойдут работать в школу, как им и положено. Мы закроем дефицит? Да, конечно, мы закроем. А может быть еще есть проблема в том, что те люди, которые давно работают, я насколько знаю, более 40% учителей, это люди, кто старше 50 лет, они же понимают, чем больше нагрузка, тем больше средств. Ну, это понятно. Есть такое, знаете, лучше придержим для себя. Да, конечно, есть желание совмещения у учителей. И есть понимание, что многие, кто получают диплом педагога, не идут в школу по разным причинам. Идут работать в реальный сектор и проходят переподготовку, что гораздо быстрее для того, чтобы обладать новым видом профессии. Где-то идут в частные коммерческие детские цели. И как их перенаправить в школу? Может быть, назад вернут все эти? Вот давно ведь говорим об этой отработке там обязательной. Как? Ну, не буду говорить о том, что учитель – это призвание. Нужно понимать, что надо служить. И задачи, которые сегодня поставлены, это как раз те, ради которых можно и нужно служить. Это дети и будущее России. Спасибо. Вот, кстати говоря, уже много лет региональная ассоциация педагогов мечтает создать отдельное крыло движения молодых специалистов. Но воплотить в реальность эту идею не получается. И получится еще, суть по всему, не скоро. По словам председателя ассоциации Александры Штин, бытовая школьная жизнь настолько поглощает выпускников педвузов, что на объединение сил просто не хватает. Успеть бы журнал заполнить, к урокам подготовиться. Да с родителями встретиться. Даже те ребята, которые проявляют себя очень активно в общественной жизни, учащиеся в ВУЗе, попадая в реальные условия школы, где труд сейчас настолько интенсифицирован, что они просто, у них не хватает, я бы сказала, ни временных ресурсов, ни эмоциональных, ни психологических ресурсов для того, чтобы заниматься еще и активно вот такой общественной работой. Конечно, на уровне школ они работают, и с ними работают. Сейчас институт наставничества возрождается, и методические службы работают. Но хотелось бы, чтобы они все-таки молодые, помимо погружения в довольно возрастные коллективы школьные, еще и свое сообщество организовали, поскольку интересы все равно отличаются, чтобы они участвовали в той деятельности, которую Департамент по делам молодежи, проводят в целом с молодежью, не чувствовали себя оторванными. Ну вот, школьная бюрократия – проблема извечная, а сейчас, судя по сказанному, прямо вот как якорь, тянущий вниз. Так ли это? Давайте узнаем это после короткой рекламы. На юргане «Детали дня» мы говорим об образовательном форуме, который проходит сейчас в Сыктывкаре. Молодые педагоги приходят в школу и погружаются в рутину и бюрократию, и место освоения педагогическим мастерством. Так ли это? Давайте узнаем молодого специалиста, молодого педагога из МОГ, Чижимского района, Софьи Бабиковой. Она на связи со студией по телефону. Софья Васильевна, добрый вечер. Здравствуйте. Вы нас слышите, замечательно. Софья Васильевна, что вас радует в школе, а что разочаровывает? Скажите честно, министр услышит и на это отреагирует. Хорошо. Меня радуют, конечно, хорошие отметки учеников, когда они пишут контрольные, самостоятельные. Меня радует улыбка на их лицах, разочаровывает. Ну что же, не знаю, у нас школа не очень новая, скажем так. Хотелось бы новую школу. А так все хорошо. Слушайте, пожеланий практически нет. Всего лишь построить школу, ну, видите, мы переживаем. Софья Васильевна, скажите, пожалуйста, а бумаг у вас много? Ну, бумаг сейчас пока не очень, тем более сейчас у нас электронные журналы. Так. И так как раньше, бумажные, да, все в электронном виде оформляем, это очень удобно. Так что... Ну, то есть пока бумаг не много. Бюрократии вообще много? Ну, я бы не сказала. Или вот основное рабочее время это творчество, это повышение методического мастерства своего, педагогического. Правильно я понимаю? Это подготовка к урокам. Так. Каждый вечер, каждый день. Да, судя по вашему голосу, вы это делаете с большой радостью. И так и должно быть. А, Софья Васильевна, скажите, пожалуйста, у вас уже есть собственные методики? Наработки какие-то, которыми вы можете даже поделиться? Методики появятся со временем, с опытом. Я пришла в школу только первый год, сразу после университета. И с опытом все появится. А, Софья Васильевна, извините, скажите, пожалуйста, а что вы будете считать своим главным результатом в работе? Вот, хотя бы в конце этого года. Главным результатом в работе? Да. Так, я буду считать то, что если я смогу донести свои знания до учеников, это будет самым главным. Софья Васильевна, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Наталья Васильевна, Софья Васильевна Бабикова. Софья Васильевна Бабикова обязательно должна, во-первых, зайти на портал «Открытое образование». Он и для учителей, и для родителей. И, конечно, подключиться к работе учебно-методического объединения по дисциплине, которую она реализует. Потому что придумывать молодому педагогу, проектировать урочную деятельность, не экспериментируя, это сегодня главная задача. Потому что не нужно придумывать, нужно брать наработанные практики. Именно потому День молодого педагога сегодня в рамках форума ведущие учителя республики, которые готовят стобальников, которые готовят олимпиадников, которые с большим опытом, признанным на федеральном уровне и доказанным в результате... Они выкладывают свои методики. Они делятся. Они делятся проектированием, программами. Именно для этого создано учебно-методическое объединение. Чтобы не каждый отдельно что-то придумывал, оставаясь наедине с задачами и с детьми. Судя по настроению Тольфе Васильевна, я думаю, во-первых, она не одна такая, которая с большим интересом и любовью занимается своим делом, но и плюс совершенно спокойно относится к тем вопросам, которые сейчас есть и понимает свою задачу. Вот федеральный проект «Единая цифровая школа» под уже единое образовательное пространство это и есть та помощь, которая учителям и ученикам, и родителям, когда можно дома дослушать, посмотреть урок, где-то вернуть задание. Это и есть та цель. И это уже опробовано. Сегодня она в апробации. Мы очень рассчитываем, что уже с дня учителя федеральный Минобор должен был принимать решения и анонсировал их на предмет допуска всех учителей к этому контенту. Спасибо, Наталья Син. Давайте поговорим немного о родителях. Практически каждая площадка образовательного форума предполагает участие родителей. Это понятно. В центре всех задач ребенок от отдыха до неклассных занятий. Значит, родители должны быть всегда рядом вместе с педагогами в едином порыве. Красивые слова, но, увы, в жизни все далеко не так. Отправили чадо в школу и радостно выдохнули. Учителя там как-нибудь разберутся. Вечером коротко там, как дела? И снова пора в школу. Вот мнение начальника управления образования Печоры Светланы Зорькиной. Давайте послушаем. Сегодня потребительская тенденция, к сожалению, у некоторых родителей присутствует. Но здесь очень важная задача школы и администрации школы. В каком направлении? То есть, понимаете, когда каждого родителя втягивают, привлекают в процесс, во внеурочную деятельность, когда проходят какие-то различные мероприятия с участием родителям, это очень важно. Поэтому родители уже никогда не скажут, что школа только должна быть в этом. А если традиционно все проходит в неинтересной форме родительские собрания, если в неинтересной форме проходят мероприятия, то, конечно же, ни один родитель не будет развернут в школе. Педагог должен найти пути решения. Потому что родители этому не обучали. А педагогическое общество этому обучалось, как работать с детьми и с родителями. Поэтому первый шаг навстречу, конечно, должна сделать школа. Ну, понятно, первый шаг должна сделать школа. Не без различия. Вот как это сделать? Есть ли механизм какой-то, который объединит интересы, Наталья Алексеевна? Ну, Геннадий Семенович, я все равно считаю, что родители должны любить детей, а не учить их за учителей, для которых это профессиональная деятельность. Конечно, участвовать в воспитании. И сегодня вот Ассоциация родителей, Национальная Ассоциация родителей, они выступают активным партнером в регионе после приезда руководства Ассоциации в нашу республику. Мы активно возрождаем родительскую общественность на участие в управлении школами и системой образования. Мы провели Республиканское родительское собрание в онлайн и решили, что это будет традиционной практикой. И на портале Открытое образование предлагаем регистрироваться, задавать вопросы. Да, это было интересно. И, конечно, рассчитываем на то, что вот эти наработанные практики в других регионах, а какие модели участия родителей в управлении системой образования, воспитания детей, события, мероприятия, но все-таки как целенаправленность, координирование, совместная деятельность есть, нам сегодня известно. Мы договорились, что посвятим отдельную встречу с родителями обзору таких успешных практик совместного участия со школой в воспитании, в обучении детей. Возвращаясь к ситуации в нашей республике, вот смотрите схема. Родители говорят, школа должна, обязана, подайте мне качественное образование, вот и все, и воспитание желательно еще. А учителя уроки дал, классный час провел. Вроде как все. Семья и школа, то у нас вот в республике это отношение понимания или зачастую конфронтации, если можно коротко. Первое или второе, понимание или конфронтации. Вы ведь каждый день сталкиваетесь с теми или иными ситуациями, которые происходят в школах республики. И понимание, и конфронтации, потому что есть серьезные результаты системы, которые видят родители как неуспешные направления государственной политики. Когда дети самостоятельно не могут справиться с заданием, когда они вынуждены привлекать где-то репетиторов, а где-то и собственно включаться в систему непосредственно подготовки, эти эксперименты с программами, в общем, конечно, являются не самым успешным результатом. В этой связи я понимаю родители, и возникают конфликты и с учителями, и неспособность помогать детям, родители заняты. А от учителей ног зависит в этом конфликте ситуация? То есть от понимания вот этого, того, чем вы назвали, почему, причин, чего это произошло? Вы знаете, сегодня все зависит от действительно руководства школ и того настроя внутри школы, когда весь педагогический коллектив берет на себя ответственность за результаты обучения ребенка. Спасибо. Анатолий Семенович, я сейчас продолжу немножко по родительским делам, потому что у нас сейчас будет на связи Москва. Очевидно, что многие проблемы, уважаемые друзья, которые обсуждаются на образовательном форуме в Сыктывкаре, они ведь характерны для всей страны, не только для нас. А так вот, на связи со студией сейчас ответственный секретарь Координационного совета Национальной Родительской Ассоциации, тот самый человек, который приезжал в республику, член Координационного совета при президенте России по реализации национальной стратегии действий интересных детей Алексей Гусев. Алексей Владимирович, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, да, добрый вечер. Алексей Владимирович, спасибо большое, что вы дождались нас в Москве, вот я знаю, что вы ждали долго это включение. Алексей Владимирович, если можно коротко, какие проблемы школ ассоциация считает сейчас наиболее актуальными и как, на ваш взгляд, в этом смотрится в этом разрезе Коми-Республика? Ну, вы знаете, ключевой проблемой школ, ну, нельзя сказать, что прям вот непосредственно сегодняшнего дня это такая долгосрочная проблема, но это проблема прежде всего диалога между школой и родительским сообществом. Сейчас другое поколение родителей, поколение, которое выросло в 90-е годы, и в то же время поколение информационной культуры и взаимодействие, вот это, оно является ключевым моментом, и Национальная родительская ассоциация сейчас очень много усилий прилагает к тому, чтобы вот этот диалог обеспечить, обеспечить его самыми разными способами, ну, в частности, мы сейчас ведем проект в общении и популяризации лучших практик, вовлечения родителей, например, в управление образовательной организацией. Алексей Ильич, извините, пожалуйста, перебью, а вот у нас, вот исходя из того, что вы сейчас сказали уже к этой минуте, а республика-то как в этом направлении? У нас используются те эти практики? Подключилась. только подключилась. После визита. И как вы оцениваете, да? Вот вы же были в республике. Значит, ну, я был в республике, и мне хочется отметить как раз, что, может быть, и мой визит, и встречи с родительским активом, и с руководством, они как раз повлияют на то, что вот в этих проектах национальной родительской ассоциации, например, в конкурсе на лучшую организацию работы с родителями, которую мы тут только что завершили, республика очень достойно выступила. Много работ пришло на конкурс центров и программ родительского просвещения, которые мы тоже закончили буквально две недели назад. Республика выступает с хорошими показателями, хорошими результатами. Ваши пожелания, тогда, Алексей Владимирович, понятно, ну, хорошо. Ваши пожелания, как одного из руководителей ассоциации родительской России, если можно, коротко, пожалуйста. Знаете, пожелание будет одно. Вот как поэт сказал, все в жизни начинается с любви. Вот любите детей и все, причем со стороны педагогов и со стороны родителей. И вот эта любовь должна укреплять нашу дружбу и взаимопонимание. Тем более, речь идет в канун Дня Учителя, с которым я поздравляю коллег в Республике Коми. И я думаю, что это основа. Спасибо большое, Алексей Владимирович, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев, вы на связи из Москвы. Надо присоединиться ко всем поздравлениям, конечно, в канун Дня профессионального праздника всех учителей. Безусловно, главное, чтобы каждый из них сегодня понимал, что трудовой день направлен на ребенка, а не только на какие-то профессиональные обстоятельства. Наталья Алексеевна, форум через три дня заканчивается, на самом деле только начался. Вот у вас, перед вами лежит огромная программа форума. Это просто вот невероятно. Я попросил вас сейчас развернуть, Наталья Алексеевна, и на камеру. Ребят, покажите, пожалуйста. Попрошу наших операторов показать. Вот она, вот да, она огромная такая, вот там чего только нет. Каких результатов, Наталья Алексеевна, вы ждете, вот если коротко, от этого форума? Он ежегодный, в этом году он просто, по большому счету, в этом году он содержит как система событий с участием федеральных экспертов. На всех площадках есть онлайн-подключение, участие представителей и других регионов, и Министерства образования, и Федерального института педагогических исследований. Вы знаете, мы рассчитываем на то, что вот этот диалог государства и общества, который представлен и педагогическим сообществами, и родительской общественностью, и деятельностью профессиональных ассоциаций, родителей, общественной палаты. Он, конечно, направлен, во-первых, на разъяснение новой повестки и тех направлений государственной политики в сфере образования, которые идут по школам, по профобразованию, по воспитанию, по работе интернатной сети, по выявлению и оценке качества и других направлений. Поэтому первое это разъяснение, второе, вовлечение общественности в процесс разработки решений, требующих на уровне регионов. И для того, и все вот эти моменты, которые вы сказали, должны прийти в единую точку, то самое повышение качества образования? Ну, конечно, у нас все дети общие. И мы, в общем, для них, для них сегодня все координации деятельности осуществляется. Я могу сказать, что когда руководитель региона на личном контроле держит вопросы образования и лично участвует в постановке задач всем коллективам, как это было на августовском педагогическом собрании, это очень серьезный инструмент поддержки деятельности и всем придает желание работать. Наталья Сеевна, я благодарю вас за участие в нашей программе и поздравлюсь, конечно, с наступающим праздником. Напомню, сегодня в Сыктывкаре начался образовательный форум образования государства-общества. Будем следить за его ходом. А на телеканале Юрган вновь стартует марафон «Спасти ребенка», который организует средства массовой информации республики и благотворительный фонд «Сила добра». Сегодня мы рассказываем о 13-летней Сыктывкарке Даше Кузнецовой. Сделать добро может каждый и спасти ребенка. Даше Кузнецовой очень нужна помощь. У 13-летней Сыктывкарки лимфобластный лейкоз. Чтобы спасти девочку, надо провести операцию по пересадке костного мозга. Предстоит длительное лечение в одном из федеральных центров и поиск донора, приобретение лекарственных препаратов, которые не входят в перечень бесплатных. Даша может вернуться к полноценной жизни, если откликнутся неравнодушные сердца. Если вы можете помочь Даше, отправьте смс на номер 7715. В поле сообщения впишите слово «КОМИ», пробел и укажите сумму пожертвования. Подробная информация об акции и организаторе на сайте фонд-силодобра.рф или по телефону 8 922 272 38 17. Даша Кузнецовой очень нужна наша помощь. Это были детали дня. Всего вам самого доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин